Друзья, приветствую вас с борта Международной космической станции. Осталось совсем мало времени до моего возвращения домой, на Землю. Я уверен, что буду очень скучать по нашей космической станции. Посмотрите, как красиво. Есть расхождение объектов. Нет. Посторонних предметов на стыковочном объеме наблюдаем. Отходим. Расстыковка, облет и традиционное фото МКС на память. Россиянин Олег Артемьев, американцы Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд провели на орбите 197 суток. И вот они уже мчатся к Земле. В ЦУПе в прямом эфире за посадкой экипажа наблюдают родственники и друзья. Спускаемый аппарат космического корабля совершил посадку. В казахской степи членов экипажа «Союз МС-8» встречает российско-американская поисковая группа. Подготовка к разгерметизации капсулы занимает несколько минут. И вот он, самый долгожданный и волнительный момент. Первым из спускаемого аппарата извлекли Олега Артемьева. За ним – борт инженеров Фойстела и Арнольдера. Первым делом Олегу Артемьеву вручили подарок от жены, а также дыню, морковку и грушу. Все то, почему он успел соскучиться в космосе. Правда, фрукты быстро забрали медики. Прием пищи сразу после посадки космонавтам не рекомендуется. Разве что совсем чуть-чуть. «Союз МС-08» стартовал 21 марта с космодрома Байконур, со знаменитой Гагаринской площадки номер один. Через двое суток корабль успешно пристыковался к МКС. Под руководством командира Олега Артемьева, для которого этот длительный полет стал уже вторым по счету, экипаж выходил в открытый космос, проводил различные эксперименты, поддерживал работоспособность МКС и устанавливал новейшее оборудование, доставленное грузовыми кораблями. Со всеми задачами Артемьев, Фойстел и Арнольд справились успешно, подтвердив эффективность международных пилотируемых программ. 10 числа предстоят переговоры с руководством НАСА, с господином Джимом Брэнденстайном. Это будет такой первый подход к снаряду в вопросе определения будущего международных пилотируемых программ. Надеюсь, что мы договоримся. Очередной пилотируемый корабль «Союз МС-10» должен отправиться к МКС 11 октября. Продолжение следует...